Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о развитии лесного хозяйства. Предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Михаил Петрович, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Потому что я знаю, что неделя у вас выдалась насыщенная и богатая на события, и сегодняшний день тоже. Да, да. Спасибо большое за поздравление. Очень приятно. В воскресенье мы отмечаем наш профессиональный праздник. Но вчера в Министерстве лесного хозяйства состоялось тоже торжественное собрание. Было очень приятно нам видеть, что на наше мероприятие пришел председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь Леонид Васильевич Анфимов и вице-премьер, который курирует лесное хозяйство, Михаил Иванович Русый. Очень приятно было из слов Леонида Васильевича услышать приветственный адрес от нашего президента Александра Григорьевича Лухаченко, где были сказаны самые теплые слова в адрес лесоводов Республики Беларусь. Я думаю, они того заслужили. Ну и особенно приятно, что всегда сейчас лесоводов, как пошутил вице-премьер, что что-то больше лесоводов награждает, чем работников сельского хозяйства. Но это вчера вручались еще часть наград за участие в ликвидации ветровально-буреломных лесосек в Минской области. В частности, нам в Гомельской области получило две благодарности президента Республики Беларусь, четыре благодарности Совета Министров, ну и, естественно, очень много грамот, Министерство лесного хозяйства, почетных званий. Почетного лесовода Республики Беларусь получил наш лесничий из Мозырского лесоза Курочка, который награжден медалью за трудовые заслуги тоже. Так что это действительно приятно было. Вчера очень хорошо, на высоком уровне прошло это мероприятие. Ну, сегодня я также собирал наших ветеранов объединения, работников. Ну и присутствовал, успел побыть на торжествах в Петриковском лесхозе, где вручил награды от Министерства лесного хозяйства, объединения лучшим людям нашей отрасли. А их у нас около 7 тысяч работающих. И, конечно, многие очень заслуживают наград. Кто не получил, получит и в следующем году. Мы на это не скупимся. А до этого, в авторник, мы провели такое с обкомом профсоюз работников леса и природопользования. У себя здесь, в областном профсоюзе, тоже торжественное собрание, где было вручено лично от объединения больше 170 грамот, благодарностей. И состоялся хороший концерт, подготовили совместно. Было приятно, что концерт ставили сами работники предприятий. Концерна Беллес, Бумпром, наши, Банка развития. Не надо искать, ну, были и артисты, но очень понравились и наши исполнители, которые тоже не хуже выступают. Так что, будет это продолжено, я думаю, что и завтра поздравления проходить. Но приятно, конечно, было, особенно вчера в Минске, услышать хорошие слова. – Гомельское объединение самое большое в стране, так ведь? – Да, да, самое большое. – 179 лесничек, 70 работающих, как вы говорили. А насколько удается этому большому коллективу решать задачи, которые ставит сегодня правительство страны перед лесной отраслью? – 21 лесхозы у нас на сегодняшний день работают, это самое большее, чем в других объединениях на сегодняшний день. Я должен отметить, что все прогнозные показатели, как наше объединение, так и министерство, выполняют в полном объеме. И прогнозные, ну, дело в том, что слаженные коллективы, собрались хорошие руководители предприятий и лесничеств, на сегодняшний день все штаты укомплектованы. Ну, этому, я должен сказать, способствует, видимо, и средняя зарплата по объединению, около 700 рублей на сегодняшний день. То есть люди держатся за эти места, нет текучести. Если говорить о лесохозяйственной деятельности, то и о посадке, и рубке, все выполняется в доведенных прогнозных показателях. Если брать промышленную деятельность, то и экспорт, и внутренний рынок мы также выполняем на сегодняшний день. Если говорить, вот даже за прошлый месяц объем экспорта составил где-то 2,5 миллионов долларов. Наибольшие, я хотел бы отметить, лесхозы, это больше трех миллионов. Мозырский лесхоз, больше двухгомельский лесхоз. Ну, и еще порядка десяти лесхозов более миллиона долларов заработали. Михаил Петрович, вот удается вам отвлекаться все-таки от ежедневных забот, найти время, чтобы отправиться в лес за грибами? Потому что в этом году такое уже... Давно у нас такого грибного бума не было на Гомельщине. Удалось? Нет, не удалось. Я только вижу из окна автомобиля. Вот и сегодня проезжал с Петрикова. Ну, за все, без что-то не было особо, очень мало продавали там этих грибов. Но грибы, да, есть, очень везде рассказывают, вот и директора лесхозов, очень большое количество, особенно и в траве, везде их находят сегодня. Ну да, не было сколько неврожайные годы были. И сейчас, вот, видимо, природа решила все-таки отблагодарить. Ну, вот главное, чтобы в этой грибной лихорадке люди не забывали, что не все дары леса одинаково полезны, кроме условно-съедобных, несъедобных грибов, которые могут попортить здоровье. Есть еще и территории, загрязненные радионуклеидами. Лесхозы предоставляют информацию населению, где нельзя собирать грибы. Может быть, как-то обозначают эти территории. Я хотел бы сразу обратиться к нашим жителям области. Обязательно, убедительная просьба, обращайтесь в ближайшее лесничество, зайдите. Вам покажут кварталы, где можно собирать грибы. В каких кварталах. Потому что в каждом лесхозе у нас на сегодняшний день есть загрязненные территории. Особенно понятно, что это у нас загрязненные. Это Ветковский, Наравлянский, Брагинский, Хойницкий. Вот эти лесхозы, которые там находятся, на территории сграничат с Украиной. Но вместе с тем во всех лесхозах находятся грязные грибы. У нас есть свои лаборатории. Убедительная просьба. Нужно обязательно проверять. Вот недавно мне рассказывали в Лельчицком лесхозе. Казалось бы, в двух кварталах разных грибы оказались где-то в 10 раз грязнее нормы. Но как это? Особенно детям нельзя давать. Убедительнейшая просьба. Зайдите вы в лесничество. Посмотрите схемы, карты. У нас есть вся информация. Будет вам изложена. И подскажут. И особенно проверяйте. Еще раз убедительная просьба. Есть разные. К сожалению, беда в том, что некоторые нехорошие люди заезжают в наши закрытые зоны в ветку и все остальное. И собирают там много тоже грибов. И вывозят, реализуют без надлежащей проверки. Не покупать, не в установленных местах. Ни в коем случае. Леса действительно могут подарить нам немало пользы и радости. Ну и сами нуждаются в заботе. Мы спросили у гомельчан, что может представлять угрозу для белорусских лесов. Давайте узнаем, как люди отвечали. Наверное, если будет жарко, то от засухи могут пострадать от пожаров. Могут пострадать и от вредных каких-то насекомых, которые сильно размножаются у нас. Все-таки же, вероятно, раньше как-то леса обрабатывались, а сейчас в меньшей степени. Поэтому, может быть, их больше может развестись. В данный момент тут про короедов все говорят, что страдают. Ну, а, говорится, как короеды тут, ну и из-за засухи. Я считаю, от пожаров пострадает больше. По вине людей? Ну, по вине людей, да. Сухо, костры палят. Нужно, чтобы все мы, граждане Республики Беларусь, заботились непосредственно о нашей природе. И, возможно, какие-то акции создавали для детей. Вот я работаю в дошкольном учреждении, и ежеквартально мы в защиту нашей природы создаем акции. Человеку надо быть, наверное, более доброжелательной душой и телом, связаться с природой и понять, что это вредит нам всем. Думаю, короеды и клещи. Ну, клещи нет, а, наверное, съедает какой-то вредитель их, я слышала. Ну, да, и засухи, и все может быть. Даже не знаю, но нет землетрясения точно. Пусть будут клещи. Думаю, от незаконных вырубок. Это мое непрофессиональное мнение. Мне кажется, что сейчас короеды. Потому что я в лес езжу, так и смотрю, что очень много гибнет. Ну, а пожар – это естественно. Кто неаккуратно обращается к курящей, так, конечно, пожар тоже. Но больше всего, мне кажется, короеды. Засуха, погода сухая. Большую вероятность, что могут загореться. Короед, слышал, вроде как атакует наш лес. Но так, без понятия, честно скажу, глобально так не размышлял по поводу нашего леса. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Обсуждаем сегодня вопросы лесного хозяйства. Обычно действительно пожары наиболее сильно вредили лесам. В этом году здоровью лесу угрожает маленький, но очень опасный враг. Это короед, как правильно заметили некоторые наши зрители. Расскажите, пожалуйста, какие территории в Гомельской области наиболее пострадали от этого вредителя? Я бы хотел поблагодарить телезрителей за отношение к лесу. Видно, приятно это слышать, что люди интересуются, владеют ситуацией. В самом деле пожары в нас это были прошлые годы, особенно в Лельчицком районе. На сегодняшний день у нас площадь лесных пожаров составляет 32 гектара всего. А вот именно с Короедом на сегодняшний день мы провели сплошных санитарных рубок более 8 тысяч гектар. Это вот, вдумайтесь, площадь 8 тысяч гектар. Хотя Гомельщина – это самая лесная область. Более 50% территории составляет леса. Это у нас сегодня где-то 2 миллиона. 1,8 миллиона – это объединение леса на сегодняшний день. То есть процент уничтожения короедами небольшой, как бы, но это очень серьезно. Ведь вырастить дерево нужно 80 лет со сна в возрасте технической спелости. Это не одно поколение, а два поколения надо, чтобы вырастило насаждение это. На этой территории, к сожалению, это беда, и территории подверглись сходу нашей области на сегодняшний день. А был какой-то один очаг распространения? Или, в общем-то, вредитель этот жил себе на всей территории, во всех сосновых насаждениях и размножался примерно с одинаковой скоростью? Ну да, я должен отметить, что он везде, но сегодня в сосновых насаждениях, короеды везде присутствуют. В подстилке. Ну, были созданы такие условия. Несколько они собрались все в место. Получилось, что уровень грунтовых вод опустился. Ведь вот нету же воды в колодцах, в населенных пунктах, в деревнях. Очень резко уровень упал на сегодняшний день. И даже если говорить о корневой системе сосны, она сержневая, она не успевает доходить до уровня воды. Но первым пострадали ельники. У нас тоже это захватило. У них поверхностная корневая система. Это Чичерск, Рогачев, Жлобин. Это уже вот последние 4-5 лет мы убирали еловые насаждения. Ну, а вот уровень воды упал, и насаждения сосновые очень ослабли. Ну, и еще, что вот последние годы, несколько лет, не было таких, такие морозы отсутствовали, которые могли бы погубить вот эти личинки, все которые находятся в подстилке. И они спокойненько выживали, ожидали своего часа. Они небольшие размером, 3 миллиметра какой-то вершинный короед этот составляет всего лишь. Очень маленькие, казалось бы. Но дело в том, что они очень плодовитые. Очень много потомства создают. И если заходит там, допустим, как информация такая есть, что шестизубчатый, там и 8 самок как зайдут, да там по 20-50 яиц каждый откладет. Ну вот и все. То же самое и вершинный короед, когда он работает по вершине. И вот правильно заметили наши респонденты, что сверху начинает у нас сосна высыхать. Наверху этот вершинный короед залетает. Деревья ослаблены. У них, я должен сказать, что даже в насаждениях спелых, где подсочка проводилась, уже когда заходит шестизубчатый короед, у сосны нету живицы, чтобы могли засмолить ходы этих короедов. То есть она уже не может сопротивляться, не вырабатывается. А вверху, по словам ученых нашего института леса, еще грибы-паразиты, которые закупоривают сосуды. И там образуется еще и воздух, который вот, ну как если и у человека в крови. Воздух. Так и в деревьях то же самое. Это те самые болезни практически, как и у человека. Бедные наши деревья. 80 лет растет дерево, да? А сколько нужно короеду времени, чтобы уничтожить? Как бы по-разному мы видим, что за две недели практически уже дерево может не стать. Ну вот я просто хочу обратить внимание граждан, ну и чтобы они понимали, что видите, вот вдоль дорог мы сейчас, я сегодня проехал, дал указание лесхоза, мы стараемся убрать в основном вдоль дорог, населенных пунктов, чтобы это не так бросалось в глаза людям. Ну видите, вот сразу рыжеет сверху крона, она сразу не становится желтой. Она так видно, что бледная, и буквально в течение недели-двух она уже желтая становится. Все, дерево начинает уже умирать. И сначала одно дерево, два, три, десять. Но мы не допускаем до этого сейчас, чтобы была масса большой и большие площади, и занимаемся. Михаил Петрович, способ борьбы с этой бедой один, да? Рубить и сжечь. Рубить и сжигать по рыбочной остатке. И в Европе, и везде сейчас это, и раньше вот оно началось, и в Европе пошло, и в Польше все слышали, наверное, Беловечскую пущу, как Евросоюз борется с Польшей, чтобы они не вырубали. Но ученые все доказывают, и все говорят, что это только одна возможность срубить это дерево, пока оно еще имеет какие-то деловые качества, что можно реализовать эту древесину. Ну и сжигать, чтобы меньше этих личинок осталось здесь именно, чтобы... Ну, потому что они в ветвях, в вершине, во всех ветвях эти вершины коры находятся. Если мы... Ну, они вылетают, понятно, что есть вылет какой-то, но наибольший процент мы сжигаем, чтобы они не оставались у нас больше. Скажите, пожалуйста, как распорядились лесхозы, спиленные древесиной? Ну, распорядились мы... Рачительно относимся к древесине, которую мы вырубаем сейчас. Мы, в первую очередь, чтобы... Деловая древесина, чтобы мы могли заработать хоть какие-то деньги. Во-первых, она идет у нас и балансовой древесиной на экспорт. Сегодня мы реализуем. На щепу, внутренний рынок. Пиловочник мы внутри республики отправляем во все. Ну, кто нам заявки дает, и наши предприятия, деревообрабатывающие, концерн на Беллесбумпром, и Банк Развития. Уже у нас два хозяина таких работают. Но особые надежды понятны. Ну, и Светлогорский ЦКК нам хорошо помогает. Он на новое производство, на новую площадку. Сейчас очень серьезно закупает балансовую древесину. И мы туда возим эту древесину. Сейчас складируем для того, чтобы они могли запуститься и работать. То есть, как бы мы сейчас пока... К сожалению, есть остатки, особенно дровяной древесины на сегодняшний день. Мы обеспечиваем предприятие жилищно-коммунального хозяйства. В полном объеме их зиме готовы. Ну, и обращаемся ко всем гражданам, кому необходима древесина, обращаться в лесничество, в лесхоз, сами заготавливать древесину или мы заготовим. Пожалуйста, приходите в любое время. Если у кого какие-то там вопросы возникают, обращайтесь в объединение. Мы быстро порешаем эти вопросы. А она не заражена, эта древесина? Ну, как она заражена? Ну, есть там ходы, будут, конечно. Но мы стараемся... Если вершинный короед, шестизубчатый, он в толстой коре больше находится, идет толстую кору. А вершинный, сверху, тонкую, под тонкой корой. А снизу мы успеваем выпилить одно-два бревна, которые еще не подвержены именно этим ходам. И она нормальная древесина. Михаил Петрович, можно ли как-то предотвратить заражение? Меры профилактики? Ученые уже какие-то предлагают? Ну, мы пока это экспериментальным путем. Вот в Мозырском лесхозе наша республиканская организация Беллесозащита сейчас находит участок, хочет проработать авиаобработкой, препаратами попробовать обрабатывать. Есть предложение... Мы занимаемся это и министерство сейчас, и сами мы закупаем препараты для того, чтобы обработать штабеля древесины, чтобы меньше туда именно... Потому что если мы свалили дерево и сложили в штабеля, короеды тоже туда бросаются. Поэтому вот мы тоже... Если древесина хранится более 20 дней, мы обязательно обрабатываем эту древесину. Они меньше идут туда. Михаил Петрович, есть у нас звонок на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Я слушаю вас. Я хочу такой вопрос. Почему не разрешаю сейчас собирать деревья сухостой? Срезать... Ну, сам, допустим, я, допустим, могу резать. Почему не разрешаю? Вы хотите в лесу самостоятельно заготавливать сухостой? Порезали деревья, сосну, вот в Приборском лесничестве, так? И нельзя супче собирать? Поняли вас. Спасибо. Михаил Петрович, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я еще раз вас прошу, убедительно, позвоните в объединение. Есть телефоны, в лесничество зайдите. Дайте мне, кто это вам такое сказал, что нельзя собирать. Мы приглашаем всех граждан. В сельских советах мы размещаем информацию. Мы рядом с вашим домом, где есть это усыхание, мы предложим вам там заготавливать. Ради Бога. Только берите. Потому что остатки на сегодняшний день у нас порядка 300 тысяч кубометров дровяной древесины. Но мы же никуда ее девать не будем. Поэтому убедительная просьба. Дайте мне того лесничества или лесничего, кто вам такое сказал. Мы будем принимать меры. Оставьте, пожалуйста, информацию нашему редактору. Да, пожалуйста. Дайте мне это конкретно. Михаил Петрович, когда на этих территориях, освободившихся, можно будет высаживать лес? Ну, мы уже сейчас, на сегодняшний день, подготовили более 2,5 тысячи гектар, подготовили почву. В 2018 году мы будем высаживать там уже насаждения, проводить работы по восстановлению лесов. На сегодняшний день. А вообще в этом году осенью будут у нас какие-то акции с привлечением населения, направленные на защиту леса, на восстановление его фонда? Ну, вы знаете, что у нас по весне все акции, неделя леса и посадим лес разом. Мы, я думаю, в следующем году лучше, конечно, весенние посадки, хотя и осенние нормально. И сейчас я должен отметить, что мы выращиваем посадочный материал с закрытой корневой системой. Очень много на сегодняшний день в наших лесхозах. И можно высаживать, в принципе, круглый год именно сеянцы и саженцы, закрытой корневой системой, я имею в виду. Но весной это обязательно мы для жителей области, потому что площади, как я сказал, уже освободились 8, более 8 тысяч гектар. До конца года еще соберется. Мы создаем лесных культур в последние годы порядка 5,5-6 тысяч гектар. Хотя в 2011 и 2012 годах, когда мы принимали сельскохозяйственные земли низкобальные, мы создавали лесных культур на площади 11-12 тысяч гектар. То есть это не критично. Мы за весну можем создать новые леса на тех площадях, которые мы вырубили. И население, конечно, мы будем обращаться к населению, будет и неделя леса, как я сказал, и акции такие будем проводить. С удовольствием примем всех желающих, покажем, чтобы видели, как создаются эти насаждения, посадочный материал, как выращивается. Ну и всю эту информацию дадим тогда. Спасибо, предлагаю. Далее перейти к сюжету. У нас подготовлен материал о ежедневной работе лесхоза на примере Мозырьского подразделения. Наверное, это единственное в Беларуси здание лесничества, имеющее собственное, не совсем обычное название – «Генеральская дача». После Великой Отечественной здесь действительно жил генерал. Правда, его имя сегодня уже не помнит никто. В 1962-м здание передали лесхозу. Однако нынешний вид оно приняло только в этом году. К началу сентября здесь завершили масштабные работы по благоустройству. Что касается внутреннего наполнения, то здесь не просто учли все пожелания работающих в лесничестве, но и изучили научные рекомендации по созданию комфортных условий труда. Кстати, в этом году из 11 лесничеств Мозырского опытного лесхоза подобные условия создадут в пяти. В течение следующего года приведут в порядок остальные здания. Все работы проводятся исключительно за счет собственной прибыли. Причем только административными помещениями решили не ограничиваться. Особая гордость Криничанского лесничества – собственный оздоровительный комплекс с душевыми и сауной. В целом все работы оцениваются в 270 тысяч рублей. Однако руководство лесхоза уверено, что такие средства потрачены не зря. Я считаю, что нужно вкладывать такие деньги. Мы не относимся к убыточному предприятию и мы можем сегодня позволить сделать это для людей. Это повышает работоспособность, производительность труда. Средняя зарплата работников Мозырского опытного лесхоза за первое полугодие составила около 820 рублей. 113% к уровню прошлого года. Причем это действительно заработанные деньги. В том же первом полугодии лесхозом заготовлено более 160 тысяч кубометров древесины. Почти 60% плюс. Правда, хорошее настроение несколько испортило нашествие шестизубчатого и вершинного караедов, что привело к усыханию хвойных насаждений. Стараемся максимальные сроки выявить караедное усыхание. Различные способы используются. И наземный обход. То есть мои работники, лесники, мастера леса. В том числе запускаем квадрокоптер, который имеется на слесохозе, для выявления очагов караедного усыхания на ранних стадиях. От момента обнаружения очага, постановки его на учет, проходит не более двух недель до выписки лесорубочного билета. Хотя и трагедии из нашествия караеда никто не делает. Своевременно проведенная вырубка позволяет сохранить значительную часть древесины для ее последующей промышленной переработки. В крайнем случае остатки можно использовать на дрова, в том числе для собственных нужд. Объемы вырубок намного увеличились. С начала года мы вырубили больше 500 гектар сплошных санитарных рубок именно по усыханию сосны. У нас остановлены полностью рубки главного пользования и рубки ухода за лесом. Полностью все силы сконцентрированы на сплошных санитарных рубках по усыханию караедного усыхания сосны. По итогам работы за прошлый год коллектив Мозырского опытного лесхоза занесен на республиканскую доску почета номинации «Экономия ресурсов». На практике это использование оборудования, работающего на местных видах топлива, а также оснащение всего транспорта системами навигации, что, к слову, еще и значительно дисциплинировало работников. Впрочем, на лидирующих местах лесхоз находится не только по показателю экономии топливных ресурсов. Для более эффективного осуществления промышленной деятельности здесь начали модернизацию перерабатывающего производства. Большинство продукции отгружается на экспорт в Польшу, Германию и Великобританию. В прошлом году Мозырский опытный лесхоз получил сертификат соответствия международного значения ФСК, что позволило укрепить позиции на внешнем и внутреннем рынках и существенно повысить имидж. Модернизация нам позволит, допустим, то, что вот этот цех сейчас мы новый запустили, перерабатывать в месяц около 2,5 тысяч кубометров леса. Это 30 тысяч кубометров леса мы сможем перерабатывать в год. Это дополнительно около 1 миллиона евро в год мы будем получать дополнительно валютную выручку. После этого цеха, после полной загрузки его, мы хотим остановить наш старый цех, второй цех, и сделать то же самое в этом втором цеху. Буквально, я думаю, что за месяцев 8 мы это все осуществим. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, заслуженный лесовод Беларуси Михаил Супрун. И в студии прямого эфира мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Да-да. Слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. А, да. Я вот житель Слобина, да? И вот обращался в лесное хозяйство, в Солонское лесное хозяйство, чтобы мне выделили на самозаготовку древесину. Я житель деревни Лесань. Там у меня в конце города много очень сухого леса и, ну, вообще там, для самозаготовки. И вот они никак мне уже месяц не могут это выделить. Мы ждем разрешения. У нас на самозаготовку нет разрешения. Поняли вас. Спасибо. Михаил Петрович, нужно ли разрешение? Оставьте, пожалуйста, свои координаты, свой телефон. Я прошу вас убедительно. Я сам разберусь. Получите вы буквально в ближайшее время все. Я еще раз повторяю, что все решаемо, все быстро решаемо. Если есть рядом особенно, мы просим всех жителей, что помогите нам, потому что сложно. На сегодняшний день мы все силы задействовали на уборке именно усыхающих насаждений. И каждый кубомет, который заготовит и жители, нам поможет скорее справиться с этой бедой. Я разберусь буквально лично сам. Оставьте, пожалуйста, координаты. Спасибо, Михаил Петрович. Давайте перейдем к обсуждению увиденного в сюжете. Вообще, какие сегодня позиции для экономической деятельности лесхозов самые доходные? Я хотел бы отметить, что сам сейчас, в связи с тем, что в следующем году, скорее всего, глава государства не даст нам разрешение поставлять балансовую древесину на экспорт, потому что у нас войдет в стройщик Лагурский целлюлозно-картонный, Добрусская фабрика, и мы будем поставлять всю эту древесину туда. Пока это разрешение есть. Но сегодня самый доходный на сегодняшний день, вот именно показали Мозырский лесхоз, это пилопродукция наша, которую мы поставляем на экспорт где-то в 14 стран мира на сегодняшний день. Но вот показали Мозырский цех. У него есть там сушильные камеры, которые нужно еще больше модернизировать. Вот процесс модернизации у нас в цехах проходит постоянно, ежегодно. И вот, чтобы заработать больше валюты, или 100 евро за кубометр там сырой пилопродукции, или 140-150, если ее просушить и построгать, есть разница, есть, конечно, разница. Поэтому мы сейчас идем по пути модернизации именно пиления, строгания, вернее, сушкой, строгания и на экспорт продукции. И мы, я должен отметить, увеличили очень серьезно пиление в наших лесхозах. Это порядка, около 30% на сегодняшний день. Если в начале 2000-х годов мы не могли напилить и 2000 кубометров пилопродукции на экспорт, на сегодняшний день мы пилим уже 6000 пиленной продукции. То есть, а сейчас нам нужно увеличивать, вот модернизация Мозыра пройдет, Мозырского лесхоза. Есть других лесхозов, Камарин и все остальные. У нас программа целая существует в Министерстве лесного хозяйства, которое контролируется. Мы можем выйти и до 8-10 тысяч кубометров пилопродукции. То есть, вот за это. Но вместе с тем, мы не сбрасываем со счетов и дрова колотые на экспорт. Вот твердых пород у нас в Будокошелевском лесхозе есть линия по колке дров. Они тоже зарабатывают. Ну, сколько там месяц заработают? 20-30 тысяч долларов. И это же деньги. На экспорт-то в какие страны? На экспорт. Ну, это Евросоюз, Европа, Прибалтика. Туда. По заказу, как мы на бирже выставляем, кто покупает. Ну, кроме того, у нас в Житковском лесхозе пилеты и брикеты мы можем менять, чередовать. Если вдруг покупатель объявится, мы меняем. И изготавливаем вот это направление. Потому что нужно использовать. Ну, и щепа мы тоже не сбрасываем со счетов. Потому что на сегодняшний день у нас образуется в связи с разработкой высыхающих сосновых насаждений, у нас образуются большие остатки дровяной древесины. У нас есть потребление, мы можем, у нас есть мощности по производству щепы где-то 270 тысяч кубометров на сегодняшний день своих, которые. Ну, кроме того, мы привлекаем сторонних организаций, чтобы они нам занимались переработкой на щепку дров. Это деньги, понимаете, которые под ногами лежат, как и глава государства говорит, и все говорят, надо только уметь поднять этого. Да, действительно, при таком богатстве модернизация это направление стратегическое, Михаил Петрович, есть ли какие-то перспективные проекты, которые вам хотелось бы реализовать? Ну, перспективные сейчас мы занимаемся на перспективу, это вот сейчас в Ленчицком лесхозе занимаемся. Вот, что я сказал, это именно пиление строгания и сушка, сушильные камеры там восстановить. Весь цикл, вот как в Мозырском лесхозе, в Гомельском лесхозе сейчас дополнительно будет установлена сушильная камера лесхоз. Понял, что это нужно сейчас этим заниматься. Если они сейчас пилят месяц где-то 400 кубометров, после модернизации выйдут на 800 кубометров, это дополнительно. Вот это я и назвал это сейчас. Гомельский, Мозырский, Лельчицкий, Комаринский лесхоз занимаются сейчас. Жидковичи планируют еще дополнительно увеличить, хотя он пилит, я должен сказать, жидковичи около 800 кубометров в месяц. И в том числе и сухой пилопродукцией, которой он активно занимается этим процессом. Мы идем по пути вот эти конкретно лесхозы, чтобы полный цикл именно с сушильными камерами и переработкой. Вот этим сейчас мы над этим работаем. И эта программа рассчитана и на следующий год. Михаил Петрович, а есть у нас в области примеры эффективного ведения рыболовного, охотничьего хозяйства? Так, чтобы и из этого тоже получать деньги, из этой статьи? Удается кому-то? Ну, у нас есть водоемы, это в Ельске и Жидковичском лесхозе, в Ельском и Жидковичском на сегодняшний день. Но основные услуги – это платная рыбалка, тоже активно используется, очень хорошо идет на сегодняшний день в этих лесхозах. Ну, там не такие большие деньги. Если говорить об охотничьем хозяйстве, на сегодняшний день у нас есть 14 домиков охотника, которые, я хотел бы сказать, пользуются спросом. На сегодняшний день. И приятно, вот недавно я проезжал здесь в Гомельский лесхоз, но есть у нас домики, где нет даже своих лесоохотничьих хозяйств. Я хотел бы это отметить сразу. Вот как пример, тут рядом, что я видел по Гомельскому лесхозу, здесь мы идем по пути создания условий и для детей, и для взрослых. Ну, еще сейчас мы пошли по какому пути? Кооперация. Кооперация с предприятиями Общепита. Например, вот приведите пример, пожалуйста. Кто действительно уже успел скооперироваться, предложить? Успел Гомельский лесхоз. Стоит ли называть это самое предприятие? Уже в течение года, я хотел бы сказать, они установили там свое оборудование на месте, готовится пища. То есть, если заказывают свадьбу, есть там они вместе вдвоем лесхоз и предприятие, кафе или ресторан, который там находится на сегодняшний день. И все, пожалуйста, приезжает человек, заказывает, если надо, все, то есть сам не готовит. Раньше мы предоставляли домик только вот, ну, без питания, потому что это дополнительные, понятно, условия должны быть, санстанция и все остальное. Этим мы не занимались никогда и не надо заниматься, когда у нас достаточно и в городе, и в каждом населенном пункте предприятия Общепита, которые с удовольствием заполнят эту нишу. И вот приятно конкретно я увидел, в Гомельском лесхозе уже эта кооперация есть. Я призываю другие предприятия Общепита, вот в наших, использовать охотничьи дома для того, чтобы вместе вот зарабатывать деньги. И всем обоюдовыгодно, я должен сказать. А там именно детские площадки, есть катамараны, бани, сауна, беседки большие на улице свадьбы. Ну и все остальные атрибуты, которые, ну и это уровень, конечно, мы если делаем эти условия, создаем, ну, на высшем уровне, чтобы не было стыдно. Там и деревянная какая-то мебель. Так что работаем. И я думаю, это будет востребовано. Спасибо большое, Михаил Петрович, за сегодняшний диалог. Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, заслуженный лесовод Беларуси Михаил Супрун, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин